Число фильмов и стран-участниц, подавших заявки на Одесский международный кинофестиваль, с каждым годом растет, рассказали организаторы ОМКФ. Восьмой год. Это тоже такое плавное движение к десятилетнему дебилю. Мы очень готовимся. И, как всегда, много всего нового. То есть, можем рассказать, поделиться, что всех нас ждет на восьмом Одесском международном кинофестивале. Ну, самое главное, что мы получили в этом году еще больше заявок. 911 заявок уже с 81 страны мира. Это мы каждый год бьем рекорды, не зная, когда мы уже остановимся. Украина не осталась в стороне и в этом году также подала рекордное количество заявок, отметили организаторы кинофестиваля. Мы в этом году получили рекордное количество фильмов, как вы увидите тут на карте. 911 фильмов заявок получили всего. Из них 645 из разных стран, из иностранных стран. И 266 из Украины. Это тоже рекорд. Это очень хороший показатель здоровья украинского кино. В рамках кинофестиваля состоится и мировая премьера украинской киноленты «Уровень черного». Это фильм о фотографии, который всю жизнь снимает чужие свадьбы, запечатлевает счастливых людей. Но для самого героя ленты это просто рутинная работа. Первый фильм это мировая премьера. Фильм «Уровень черного». Режиссер Валентин Васинович, он режиссер, он тоже оператор, продюсер этого фильма. Он сам все сделал за минимальный бюджет 20 тысяч евро. И это очень интересный эксперимент на полдокументальный, полигровой. В нем играет актриса Катя Мончанова. И мы очень рады, что этот фильм будет у нас премьера мировая в конкурсе. Оценивать фильмы будут пять иностранных и украинских судей. Оценивать фильмы международного конкурса будут украинская актриса Римма Зюбина, звезда фильма «Гнездо горлицы», обладательница многих наград, участница Одесского кинофестиваля и обладательница первой национальной кинопремии «Золотая дзыга». Также Сибирь Кекели, это немецкая актриса турецкого происхождения, обладательница таких премий, как Лола, Бэмби, Ундийный Вольц, Золотой апельсин. Она также снималась в известном телесериале «Игра престолов». Также, по словам организаторов, в этом году Одессу посетит большое число иностранных гостей и звезд. Гостей тоже у нас будет в этом году очень много. Будет порядка 120 фильмов. Соответственно, с каждым фильмом 2-3 гостя, съемочная группа, это все актеры, режиссеры, продюсеры, это те, кто связаны очень тесно с проектом. Поэтому задача ОМКФ открывать новых звезд, подпиаривать не только украинских звезд, это тоже наша большая задача, как параллельного фестиваля «Украинский национальный конкурс», но и открывать для нашей аудитории, широкой аудитории ОМКФ звезды европейского и мирового кино. Главная локация Одесского международного кинофестиваля в этом году меняется, отметили организаторы. Мы приезжаем в новую локацию, это Зеленый театр. До этого мы были на Лонжероновском спуске, мы его так хорошо облюбовали. Теперь этот кинотеатр красиво мы переводим в Зеленый театр. Знакомая вам локация. Местимость по фактам, то есть вместимость, вы сами понимаете, в два раза больше, как минимум, чем на Лонжероновском спуске. Также планируется ввести дополнительные ночные кинопоказы в одесских кинотеатрах. По локациям мы еще расширяем географию, в Cinema City у нас будут показы, тоже мы о них отдельно скажем. Плюс ночные показы попробуем, попрактикуем, как это будет работать. Если все пойдет классно, как мы планируем, принесем эту практику ночных кондиционированных показов в Одессе в рамках ОМКФ и на следующие годы хотим протестировать некоторые интересные варианты. Восьмой Одесский международный кинофестиваль, участники которого будут бороться за главный приз, татуэтку «Золотой дюк», пройдет с 14 по 22 июля.